Официальные партнеры программы «Новости дня». Торговая группа «Абсолют». Сеть магазинов «Види Оптика Плюс». В прямом эфире ТВ-кома «Новости дня» в студии Юлия Пермякова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко расскажу о главных событиях, которые произошли в республике и ее столице. Разборки с волками в Заиграевском районе Бурятии. Подробности расскажем в сегодняшнем выпуске. Для республики Валятия Гусинозерской ГРЭС 85% вырубки энергии. Сегодня, как никогда, у нас дополнительные потребности. Большое напряжение. На Гусинозерской ГРЭС запустили новый энергоблок. Тут будет меняться не только котловое оборудование, но и газочистное, насосное. Котельная в Мухаршибире нуждается в модернизации. На проблемном объекте побывал глава Бурятии. Количество заболеваемости ожирением за год составляет более трех тысяч. Россияне стремительно толстеют. Почему ожирение опасно и как бороться с недугом? В Заиграевском районе Бурятии волки напали на скот. А в Улан-Удэ снова не обошлось без дорожно-транспортных происшествий. Все подробности в нашей постоянной рубрике «Горячая линия ТВКОМ». Скажи, стол есть быстрее, есть сыграть. Вот это наш двух водородок. Один волк. Или двоих. Не надо тебя срявкнуть, ты чё. В Заиграевском районе волки атаковали скот. Очевидцы записали видео, на котором хищники загоняют стадо коров на берегу реки. Люди пойти на спасение не решились, но сделали звонок, чтобы тот, кто умеет, приехал и ликвидировал опасного зверя. От разборок с волками к происшествиям на дорогах. В Улан-Удэ на улице Барсоева столкнулись три Тойоты. По словам аварийных комиссаров, водитель за рулём Хайлендера из-за плохой видимости не успел нажать на тормоза и въехал в Камри, которая от полученного удара задела Висту. Тройное ДТП на улице Куйбышева. Со слов очевидцев, водитель за рулём Сан-Янга из-за несоблюдения дистанции столкнулся с Ладой Грантой, которая по инерции задела ещё и Тойоту. Пострадавших нет. А на проспекте автомобилистов дорогу не поделили Хонда и Жигули. Водитель за рулём Аккорда съезжал с верхней проезжей части на нижнюю под знак «Уступи дорогу». А мужчина, управлявший ВАЗом, выезжал с прилегающей под тот же знак. Разъехаться без ДТП не получилось. От удара японский автомобиль врезался в знак пешеходного перехода. Андрей Слепнёв, Новости дня. В чём причина происшествий с самолётами С-7 в аэропорту Байкал? Напомню, накануне сразу у двух «Боингов» возникли технические проблемы перед взлётом и даже во время него. Рейсы пришлось отложить, пассажиры потеряли время. А в соцсетях начали плодиться версии «одна страшнее другой». На это повлияли жестокие морозы, которые сейчас у нас стоят в республике. И зима всегда непростой период для гражданской авиации, для самолётов, которые проходят. И если мониторить ситуацию не только по Улан-Удэ, а по всей Российской Федерации, мы видим, что такие случаи бывают. Проблемы носят временный характер, заверил директор аэропорта. Безопасностью пассажиров никто рисковать не станет. В случае внештатных ситуаций существуют определенные алгоритмы действий. Гусенозёрская ГРЭС стала мощнее. В Бурятии запустили обновленный по президентской программе энергоблок. Как это повлияет на качество нашей жизни, расскажет Мария Латшева. Гусенозёрская ГРЭС является крупнейшей электростанцией в Забайкалье. Её мощности снабжают не только Бурятию и Иркутскую область, но и частично Монголию. 8 из 10 лампочек в республике светят благодаря Гусенозёрской ГРЭС. Усиление энергоблока стало возможным благодаря компании Интеррао Электрогенерация и президентской программе модернизации тепловой энергетики. Для республики Гусенозёрская ГРЭС 85% вырубки электроэнергии. Сегодня, как никогда, у нас дополнительные потребности. И мы знаем, что уже в марте будет развиваться новый конкурс по Комонголу. Мы верим, что у нас в республике будут новые мощности. Теперь общая мощность Гусенозёрской ГРЭС составляет 1244 мегаватта. Для предприятия эта цифра означает надёжную поставку электроэнергии, а для города Гусенозёрска ещё и стабильное теплоснабжение. Благодаря президентской программе модернизации ТЭС паковый ресурс основных узлов котла-агрегата продлён до 2039 года. Также по этой программе модернизировано три энергоблока Гусенозёрской ГРЭС с суммарной мощностью 614 мегаватт. Комплексные испытания по второму энергоблоку проведены успешно. Гусенозёрская ГРЭС является одним из ключевых предприятий энергетического блока Бурятии. В 2021 году здесь отпраздновали 45-летие со дня ввода в эксплуатацию первого энергоблока. Мария Латышева, Новости дня. В след за главой Бурятии отправляемся в Мухаршибирский район. Вопросов, требующих решения, там много, в их числе теплоснабжение. Будет ли с этим кто-нибудь и что-нибудь делать, выясняла наша съёмочная группа. Котельная в центре Мухаршибири была построена в 2003 году. Оборудование уже давно устарело, но с работой справляется. Но это пока, как и у любой техники, у него есть свой ресурс, который не в этом, так в следующем году может закончиться. А допустить этого нельзя. От кочегарки запитаны все соцобъекты и несколько десятков домов. У нас отапливается общая площадь, да, порядка 6000 квадратных метров на этой портальнике. Из них, ну, порядка 15 домов, ну, есть многоквартирные дома, есть частный сектор. Ну и сейчас социальная сфера здесь. Дом культуры, их недавно тут построены, запущены детские сады, дом детского творчества. Ну, не стремительно, я сказал, милиция, прокуратура. Руководство энергоснабжающей организации рассчитало, что если отремонтировать эту котельную, то можно закрыть другую. Но в их мощности должно хватить, чтобы подключить вторую часть села. Есть ли какие-нибудь предположения, во сколько обойдется реконструкция? Это я не могу вам сказать, во сколько обойдется. Это надо просчитывать, во сколько все это материалы будут обходить. Потому что тут будет меняться не только, получается, котловое оборудование, но и газочистное, насосное, тяговое декиловое. Это все будет пересчитываться уже на более мощную и усовершенствовую текиловую. Зато расходы посчитали в Минстрое Бурятии. В деньгах, ну, коллеги улыбаются нежно, но я считаю, что это где-то впишется, где-то в 20 миллионов. Все вместе, все вместе. И котлы, потому что сетевую группу... А экономия сколько даст? А экономия это даст, ну, по году... Если ту закроем, да, то дело в 5 миллионов у нас экономия будет. Такая финансовая экономия дает возможность модернизировать котельную по концессии. Проще говоря, в рассрочку. Расчет на экономию в год порядка 5 миллионов. А объем инвестиций 20 миллионов. То есть за счет экономии можно, по идее, за 4 года окупить. Поэтому сейчас будет обсчитан вариант концессионный с сохранением существующего тарифа. Но в рамках существующего тарифа без его повышения в 4-летнем периоде посмотреть возможность окупаемости. Сложим сейчас финансовую схему и попробуем в рамках именно концессионного соглашения этот вопрос решить. Поручение уже дано. Этим вопросом займется Минстрой Бурятии. Руслан Хороших, Евгений Павлов. Новости дня. Мухаршибирский район. Между тем, в Улан-Удэ появится современный жилой микрорайон. Высотки будут располагаться в Октябрьском районе в 146-148 кварталах. Алексей Цыденов сообщил, что подписано соглашение о финансировании для строительства массива. Кредитный договор заключен между республиканским специализированным застройщиком Москомстрой и Банком Дом.РФ. По словам главы Бурятии, на начальном этапе до 2027 года возведут 25 многоквартирных домов с обязательным обеспечением всей необходимой инфраструктурой. Первое МКД сдадут в 2025 году. Оформить инвалидность станет проще. Минтруд и Минздрав России предложили сократить число необходимых для этого обследований. Из списка процедур исключили более 250 пунктов. Некоторые процедуры предложили заменить на более современные, а часть вообще больше не будут обязательными. В ведомствах отметили, новая версия документа увеличит сроки действия некоторых анализов, справок и осмотров. В Бурятии дан старт году семьи. Официальная церемония открытия состоялась сегодня в Русском драматическом театре. На мероприятие были приглашены многодетные семьи со всех районов Бурятии. С ними пообщался мой коллега Руслан Хороших. Если где-то танцуют йохор, значит вот-вот произойдет что-то грандиозное и светлое. Вот и в Русском драмтеатре национальный танец дал старт большому концерту. А тот – году семьи в Бурятии. В холле театра не случайные люди, в каком-то смысле они герои. Ведь воспитывают или уже воспитали столько ребятишек, что, наверное, в некоторых детсадовских группах детей меньше. У нас 11 детей, 30 внуков. Их девятый сын. Девятый сын. Да, это мои папа и мама. Это семья Батровых из Селингинского района. Несколько лет назад они вошли в список Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Все получились хорошие люди. Они уже все выросли, достойные, образованные. У всех высшее образование. Вот у нас девятый сын, он у нас рекламщик. Рекламщик, закончил рекламное дело. Правда, мне не очень понятно, что это такое. Но он очень продвинутый, востребованный. Говорят так. А это семья Ренчиновых из Хоринского района. С одном большинемаевич супругой воспитали четверых детей. Сейчас уже помогают поднимать внуков и правнуков. Глава семейства говорит, что проведение года семьи назрело уже давно. У нас же страна, говорит, демографический кризис. Но хотелось бы, чтобы многодетной семьи была у нас. Страна развивалась бы, росла. И много достойных людей выросло бы. Образованных, устремленных. Которые бы поднимали нашу страну. Об этом говорил и глава Бурятии на церемонии открытия. У нас в нашей песне «Звезда кочевника» есть такие слова. Без очага, без сына, без любимой, как одинокий смерчен от равнины. Не может человек быть один без семьи. Это не полноценный человек. Семья – это единственное, что делает человека полноценным. Дети – это то, что мы оставляем после себя и то, что продолжает нашу жизнь. Это единственный главный смысл нашей жизни. Символом года семьи стал огонь домашнего очага. Ранее он был доставлен из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. В Бурятии его привезла семья Гармаевых. Хотим передать вам нашему главе Республики Бурятии Алексею Самойевичу. Также во время открытия года семьи были награждены многодетные семьи из всех районов Республики, внесшие значительный вклад в развитие родной Бурятии, профессиональной династии и семьи военнослужащих специальной военной операции. Крепкая семья – это крепкое государство. И это очень важно. И у нас государство крепкое, мощное, благодаря тому, что, уважаемые семьи, уважаемые родители, вы посвящаете себя тому, чтобы ваши дети были успешны. Пусть в каждой семье будет мир, уют, согласие, благополучие, материальный достаток. Пусть дети радуют своими успехами, достижениями своих родителей, своих бабушек, дедушек. В год семи пройдет целый ряд событий, которые охватят все сферы жизни жителей Республики. Напомню, он был инициирован Владимиром Путином. Руслан Хороших, Сергей Медведев, Новости дня. День бурятской культуры в Москве и штрафы за спиленные деревья в Улан-Удэ. Мы собрали самые интересные новости из интернета в нашей рубрике «Новости за пару минут». День бурятской культуры прошел на ВДНХ. На выставке в форуме «Россия» жителям и гостям столицы показали красоту и самобытность нашего региона. Для этого проводили мастер-классы по валянию из шерсти и росписи значков с национальными орнаментами. Вместе с мастерами посетители могли создать эвенкийский оберег и многое другое. Гости выставки с удовольствием танцевали йохар с артистами Байкала. Атмосфера праздника дополнялась песнями на бурятском языке и мелодиями на Моринхуре. А теперь к новостям Улан-Удэ. Стихийная подрезка деревьев вызвала резкую реакцию мэра. Сегодня Игорь Шутенков поднял этот вопрос на планерке. Поводом, видимо, стал недавний инцидент на проспекте Победы. Неизвестные спилили несколько деревьев. По данному факту уже подано заявление в полицию. Сумму ущерба оценили в 19 тысяч рублей. Людей с пилами уже ищут. Татьяна Лоскутникова написала картину о своем страхе. После нападения собак три года назад жизнь девушки разделилась на до и после. Она до сих пор восстанавливается после нескольких операций на лице и ходит к психологу. Встреча с ним и вдохновила Улану Дэнку на создание картины. Первую работу она назвала «Марионетка страха». Желаем ей скорейшего выздоровления и творческих успехов. Новая магнитная буря в ближайшее время накроет планету. Из-за вспышек на Солнце ожидается мощность 8 из 9 баллов. Особенно это скажется на метеозависимых. Могут начаться проблемы с сердцем и сосудами, головная боль и слабость. Базар Иошеев, Новости дня. В Забайкальском национальном парке лосы стали чаще выходить на дороги. Сахатых можно наблюдать на Чевыркуйском перешейке. Безмятежные животные бродят вдоль дорог, а приметив машины, людей спешат спрятаться в гуще деревьев. Сотрудники нацпарка отслеживают зверей с помощью дронов с 2015 года и отмечают, что популяция сахатых значительно увеличилась. К увеличению популяции мы можем объяснить двумя причинами. Это нормальная полноценная охрана территории и отсутствие лимитирующих факторов, таких как волк. Копытные себя хорошо чувствуют на этой территории, соответственно популяция увеличивается. Сотрудники Забайкальского нацпарка обращаются с призывом к водителям проявлять крайнюю осторожность во время движения. Средний рост лося превышает 2 метра, а вес около 500 килограммов. Так что в случае ДТП пострадать могут и люди в салоне, говорят сотрудники заповедного Подлиморья. Далее небольшой перерыв. Не переключайтесь, скоро вернемся. Стоит ли гулять с размахом, когда идет СВО? Мнение горожан, экспертов и участников спецопераций. В принципе нет никаких сомнений, что мы эту линию запустим и скорее всего будем дальше развивать полетную программу из этого города. До Сочи без пересадок улан-уденцы смогут летать прямым рейсом в Краснодарский край. Год дракона наступает. Скидки щедрые вам дарит. В Абсолюте ананасы абсолютно для всех, всего за 89,50. Акция 1 плюс 1 в Абсолюте. Купи колбасу молочную и получи вторую в подарок. Абсолют. Гарант низких цен. Необходимы и незаменимы. Очки с мультифокусными линзами на все случаи жизни 5 в 1. В салонах в виде оптика плюс. Позволяют хорошо видеть на любых расстояниях и сделают вашу жизнь намного комфортней. Меховая фабрика Ангелина Сэмпулануде. Тотальная распродажа. Скидки до 70%. Действует рассрочка до 3 лет. Закрытие выставки. Только до 11 февраля в КСК. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Спасибо, что остаетесь с нами. Это новости дня и мы продолжаем прямой эфир. В Сочи без пересадок. В Бурятию заходит новая авиакомпания iFly. Она намерена летать не только в Краснодарский край. В планах у компании наладить авиасообщение до Москвы и Санкт-Петербурга. Когда первый рейс и во сколько обойдется перелет до главного курортного города страны, расскажем далее. Сегодня из Улан-Удэ можно улететь по 13 направлениям, среди которых Москва, Новосибирск, Хабаровск, Томск и другие. Однако, чтобы посетить, например, Краснодарский край, жителям Бурятии без пересадок не обойтись. Но так было раньше. В начале лета улан-удэнцы получат прямой рейс до Сочи. Это широкофизиуляжные, комфортные самолеты. Огромные, они по-настоящему огромные для нашего аэропорта. Поэтому я думаю, что это будет максимально комфортно, максимально удобно для наших пассажиров. Сам полет занимает 7 часов из Улан-Удэ в Сочи и 6 часов 30 минут в обратном направлении из Сочи в Улан-Удэ. Авиакомпания предлагает три опубликованных тарифа, которые доступны сейчас для покупки. Все тарифы у нас с багажом. Чем дороже тариф, тем больше багажа можно провести. Льготный билет будет стоить почти 9 тысяч рублей. Коммерческий тариф составит 22 тысячи. Мы уже видим, что она достаточно востребована, потому что продажи уже ведутся. Агенты активно нас продают. И в принципе нет никаких сомнений, что мы эту линию запустим и скорее всего будем дальше развивать полетную программу из этого города. Краснодарский край – это не только Сочи. Транспортный хаб олимпийского города открывает новые маршруты. Благодаря этому рейсу жители Улан-Удэ получают возможность путешествовать не только в Сочи, но и по зарубежным направлениям. В том числе в Турцию, Армению, Грузию, Азербайджан, Египет, а также во многие другие страны. А также использовать аэропорт Сочи в качестве транзитного для перелетов во Владикавказ, Ставрополь, минеральные воды, то есть по южным направлениям. Первый рейс Улан-Удэ-Сочи состоится 31 мая. Частоту перелетов будут определять по пассажиропотоку. Пока планируется два раза в неделю. Если опыт в Сочи себя оправдает, Айфлай запустит рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга. Баир Цедыпов Алексей Ромашов. Новости дня. Тем временем в Бурятии разрабатывают проекты и по внутренним республиканским перелетам. Ежегодно на эти цели выделяется около 70 миллионов рублей. В текущем году объем дотации будет увеличен. В летний период времени мы планируем, у нас уже в бюджете есть направление Улан-Удэ-Кырен и разлет по Баунтовск-Ивенкийскому району. Это Ульджилинда, Варваринск. И также в планах у нас организовать рейс на Улан-Удэ-Багдарин. Сегодня из аэропорта Байкал внутренние рейсы выполняются только в Нижний Ангарск и Таксимон. С 1 января этого года стартовала декларационная кампания. Предоставить декларацию о доходах, полученных в 2023 году, необходимо до 2 мая. По форме 3 НДФЛ она предоставляется в налоговый орган по месту своего учета. Более подробно расскажет наш корреспондент. Отчитаться о доходах необходимо, если в 2023 году гражданин, например, продал недвижимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения. Получил дорогие подарки не от близких родственников, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Подробную информацию о декларировании доходов, о том, как заполнить декларацию 3 НДФЛ с помощью программы «Декларация» или в личном сайте налогоплательщика можно посмотреть на сайте ФНС России в разделе «Физическим лицам граждане платят налоги, доходы». Самый удобный способ заполнить декларацию – это воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика. В этом сервисе вы просто заполняете предлагаемые программой поля, что снижает вероятность ошибки, а затем направляете декларацию в налоговый орган. Если граждане подают декларацию исключительно с целью получения налоговычета, то они могут это сделать в любой момент в течение года. Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. Срок уплаты на численные суммы налога на доходы физических лиц по декларации истекает 15 июля 2024 года. Самозанятые уплачивают налог по ставке 4 или 6%, что позволяет экономить на уплате налогов уже в текущем году. Мария Латышева, Батогармын, Новости дня. Накануне в Чите после возмущения общественников отменили концерт Кристины Арбакайте. Чуть раньше это произошло в Улан-Удэ. А некоторым участникам печально известной голой вечеринки даже пришлось покинуть страну. В то же время каждый день в клубах, банкетных залах и ресторанах люди гуляют, как ни в чем не бывало. Уместно ли развлечение во время СВО? Что думают об этом горожане, эксперты и сами участники спецопераций? Ответы в сюжете Екатерины Елистратовой. Вечеринки, свадьбы, корпоративы, юбилеи. Сегодня эта сфера остается так же востребована, как была и до пандемии, и после пандемии. Тем не менее, на дворе СВО, как наши горожане относятся к таким празднествам, давайте прямо сейчас и узнаем. Как вы относитесь к отличным вечеринкам сейчас? Плохо. Людей поддерживают. Война войной. Праздники есть праздники. А голые вечеринки, вот, типа, как, такие вот? Вечеринки? Да. Ну, я к ним как-то в лояде. То есть, как вы относитесь к массовым праздникам сейчас? Ну, положительно. Люди же должны радоваться. Для чего это они живут-то? А вот как вечеринки всякие, вот такого характера? Ну, всегда, всю жизнь было, что я хотел вечериться. В любое время, конечно, концерты, вечеринки такие. Ну, нормальные вечеринки должны проводиться, конечно. Вот новогодние события, да, день города, ну, это надо проводить. Это как бы сплачивает общество. Судя по опросу, жители нашего города придерживаются мнения, что праздники нужны. Но вот отмечать их нужно скромно. Поддерживают их взгляды и некоторые участники СВО. Мне кажется, она потому и называется специальная военная операция, а не война. Спецоперация, в моем понимании, отличается чем, что не нарушен обычный образ жизни людей. И вот ради этого все и делается, да, то есть, чтобы это минимально сказалось на привычном образе жизни. Те же самые посещения там театров, ресторанов и так далее. Другой вопрос, что это чувство меры. А когда оно отсутствует, вот мы и видим то, что случается. Скажем, даже те же какие-то вечеринки, наверное, они имеют место быть, но тогда это не должно выливаться в публичную плоскость, по крайней мере. А те, кто, допустим, реально сочувствует, ну, так вы нам, ребята, помогаете. Вы не сидите, не молча сочувствуйте, не протестите, пишите. Вы собирайте средства на ту же гуманитарную помощь. Она нам, мягко говоря, очень нужна. А вот общественники выступают против подобных гуляний. Они считают, что сейчас не время для развлечений. Ну, я вообще считаю, что все эти голые вечеринки, все эти непонятные какие-то их мероприятия – это отголоски прошлого. Когда мы жили без специальной военной операции, когда мы не видели героизм наших ребят, постоянный, ежедневный, в защите нашей Родины, нашего Отечества. Сейчас это более чем неуместно, я считаю, потому что сейчас другое время. Все эти усилительные мероприятия, они будут уместны после того, как наши ребята все приедут с победой. А вот историки напоминают, что даже во время Великой Отечественной войны артисты не прекращали работать. Например, в блокадном Ленинграде устраивали спектакли, концерты, выставки. На передовой работали фронтовые бригады. Вообще, если мы говорим о культуре в годы Великой Отечественной войны, то ей уделялось огромное значение. Понятно, что в эти непростые годы люди нуждались в поддержке, в том числе и моральной. И нельзя говорить о том, что общество в годы войны было чрезмерно аскетично. Мы знаем, что даже в блокадном Ленинграде работал и оперный театр, игралась знаменитая симфония Шостаковича. Конечно, до абсурда и глупости, которые иногда творят наши звезды, тогда не доходило. Да и маловероятно, что даже в мирное время в СССР кто-то бы додумался проводить голые вечеринки. Здесь вопрос мероприятий, его формата и тактичности его организаторов. Мне кажется, я еще раз говорю, забирать у людей радость, обыденность дней, которые скрасят где-то очень тяжелые новости или какое-то горе, они необходимы. Другое дело то, что все мы знаем о нашумевших скандалах, вечеринках. То есть подобные антиморальные мероприятия, конечно же, мною осуждаются. Похоже, мнение и у тех, кто проводит развлекательные мероприятия в Улан-Удэ. По мнению организаторов, масштабные гуляния уже в прошлом. Остались только свадьбы, юбилеи и небольшие корпоративы. У нас довольно-таки сознательные граждане. И, конечно же, если во времена, допустим, того же ковида мы могли себе позволить немножечко как-то схитрить, то, во-первых, сначала СВО люди очень сильно переживали. И я помню, это буквально прошлый Новый год. Очень многие ведущие, артисты звонили, переживали о том, что работы нет, потому что все оказывали очень масштабную помощь нашим бойцам, которые находятся там. В этом году поправка, наверное, на то и была, что многие решили осознанно делать менее масштабные праздники. Собираться не так масштабно, не так ярко, как это делали до. Вот такое мнение у наших жителей и экспертов. Ну, а праздновать или не праздновать, гулять или не гулять, решать вам. Мы же считаем, что все должно быть сдержано. Ну, уж точно не так, как сделала Настя Ювлеева. Екатерина Истратова, Евгений Павлов, Новости дня. По данным Росстата, за год в стране выявлено более 400 тысяч новых случаев ожирения. Россияне стремительно набирают вес. Чем это опасно и как добиться идеального тела в любом возрасте, расскажет на коллега Базар Аюшеев. Россияне стремительно толстеют. В 2022-м в нашей стране было зарегистрировано сразу 419 тысяч новых случаев ожирения. Такие данные приводит Росстат. Всего же заболевания эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ диагностируются почти у 13 миллионов граждан. В 2022-м их было меньше на миллион. Кому-то может показаться, что проблема высосана из пальца. Однако на самом деле это очень серьезно. И вот почему. Ожирение что дает? Сахарный диабет второго типа. С этим пациенты приходят к эндокринологу. Артериальную гипертонию. Ишемическую болезнь сердца. Нарушение работы суставов, потому что ноги не могут носить такой большой вес. Желчекаменная болезнь. Нарушение менструального цикла. Снижение фертильности как у мужчин, так и у женщин. И это еще не все. Список возможных проблем гораздо шире, вплоть до онкологии. По словам врачей, большинство пациентов обращаются, когда их нужно не лечить, а спасать. Количество заболеваемости ожирением за год составляет более трех тысяч по республике Бурятия. Большая доля заболеваемости отводится к первой степени ожирения. Затем избыточный вес. Затем вторая степень и далее. Основными причинами ожирения врачи называют неправильное питание и низкую физическую активность. В редких случаях роль играет наследственность. Все опрошенные нами эксперты сходятся в одном. Бороться с проблемой нужно не адресно, а масштабно. Если мы выйдем на улицу, мы увидим, что приблизительно каждый второй имеет лишний килограмм. Правда? Среди трудоспособного возраста, по данным литературы, около трети имеет уже ожирение в какой-либо степени. Поэтому нужно соблюдать правильное питание всю жизнь. С одной стороны, рецепт прост. Правильное питание плюс физические нагрузки. Но не у всех хватает для этого мотивации. Путь к идеальному телу непрост. На нем много соблазнов. Однако при правильном подходе и с помощью профессионалов все возможно. Антонина – живой пример. Девушка всего за 7 месяцев скинула 21 килограмм. Ей помогли в сотоспорт. В этом мне помогло сотоспорт. Я пришла сюда, меня мотивировали, поддерживали. Было тяжело, но я все равно соблюдала дисциплину, возвращалась на тренировки и контролировала свое питание. Немалую роль сыграл в похудении Антонины личный тренер Давид. Он подобрал упражнения и на всем пути мотивировал. Не менее важно – это психологически поддерживать человека, правильно настроить, чтобы человек поверил в себя. Наш зал отличается тем, что он самый новый. Помимо этого, мы имеем большой бассейн, хамам, сауна, гидромассажи. Первый шаг всегда самый трудный, но без него не пройти весь путь. Меньше дивана и телевизора, больше прогулок и занятий спортом. Базарю Шеев, Жаргал Цриндашиев, Бато Гармын. Новости дня. Оставайтесь на ТВ-коме. В 21.10 у нас буддийская среда. А в новом выпуске ведущая расскажет об обряде Дугжуба и встрече с Агалганом по буддийским обычаям. Все узнаете из программы в 21.10. Ну что ж, таким был этот выпуск. Я еще раз напомню его главные темы. В Заиграевском районе Бурятии волки пугают людей и скотину. Большое напряжение. На Гуснозерской ГРЭС запустили новый энергоблок. Котельная в Мухаршибире нуждается в модернизации. На проблемном объекте побывал глава Бурятии. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете найти в соцсетях и на сайте ТВ-кома. В студии работала Юлия Пермякова. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Необходимы и незаменимы. Очки с мультифокусными линзами на все случаи жизни 5 в 1. В салонах в виде оптика плюс. Позволяют хорошо видеть на любых расстояниях и сделают вашу жизнь намного комфортней. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok